То, что есть сегодня у нас, это просто какое-то страхолюдие. Я вам скажу другое, даже если завтра экономические агенты будут скажут, ладно, мы берем ржавые билборды и сделаем их из нержавейки, во что я мало верю, значит, этих билбордов в городе быть не должно. Весь цивилизованный мир приходит к вот этому, я к вам согласен. У нас сегодня все наоборот. У нас стиральная машинка, мои ехтенька локация, или там дешевле, чем секонд-тен. Такого не будет. Поэтому я предлагаю сегодня перенять опыт всех цивилизованных городов, потому что начинать... Я всегда говорил о том, что я не буду стесняться копировать. Сегодня в Вене, когда выдается разрешение на строительство, им в управление архитектурой говорят, какой будет фасад и какого размера будет вот то, что вы показывали, я имею в виду сама вывеска и так далее. Потому что вот этой стены, которая у нас, ее как бы не будет. И я знаю, что это поддерживает большинство жителей города Бельца. Это идея. Мы пойдем по принципу, вместо каждого билборда сажаем одно дерево. Мы не просим экономических агентов сажать деревья за свой счет вместо билборда. Наша просьба будет заключаться в том, мы это все проведем еще раз, значит, публичные консультации. Мы вынуждены будем это все перенести в очередной раз, к сожалению. Потому что тут написано, как сегодня спасти коммерсантов. То, что предоставило управление архитектурой. Я не за то, чтобы вредить бизнесменам или мешать. Но в таком виде, как это так, ребята, так дальше быть не может. Сегодня максимум, что мы допустим, это места общественного питания, кафе, бары, рестораны. Может быть стенд размером метра на полтора. Или посмотрите, я не помню. Ну, он примерно такого размера, по крайней мере. И написано, пицца с курканом 32 лея, пицца с тунцом 40 лея и так далее. То есть, где идет просто меню, где люди видят. Я говорю о том, что просто превратило город в черкизовский рынок, повторяю, 95-го года. Потому что ближе к закрытию их уже начали убирать, понимаете. То есть, у нас сегодня нету только объявлений, оказываем оральные услуги 200 леев в час. Все остальное у нас уже есть. Когда выставляют манекены с платьями, лифчиками и трусами, как будто секс-шоп 1862 год. Как бы где-нибудь, не буду говорить в какой провинции, в какой стране. Но это просто уже уродство какое-то, понимаете. И самое главное, такие же еще рисуют на стене. Если бы выставили они это платье в витрину, да выставлять ты какое хочешь. Платье, спортивный костюм, часы, стиральную машинку, телевизор. Но рисовать, это даже не рисунки, это какие-то жалкие пародии рисунков, понимаете. То есть, люди даже не захотели тратить, потому что билборд, он же можно по-разному, не билборд, а само полотно. Я имею в виду рекламное, оно же тоже есть разных денег, в зависимости, на чем ты его делаешь, какой работал дизайнер, художник и так далее. Тут взяли, срисовали телевизор Альфа, написали на нем Сони, размер 64 на 45 метров, и давай пошли вперед, понимаете. Человек купил здание и думает, давай-ка я забабаху на нем все, что угодно. Нет. Значит, мы должны подготовить проект решения, проголосовать за это. Причем, не как это у нас происходит по-молдавски, для того, чтобы потом ходить еще в суды с кем-то ждать. Я прошу всех экономических клиентов иметь совесть. Мы не идем по принципу забрать это у Васи, для того, чтобы отдать Люси или Тамары. Нет, мы хотим сегодня, чтобы город Бельце был. Светлым городом, и поверьте мне, что какой бы ни был кризис, мы точно найдем деньги для озеленения благоустройства, где на месте каждого билборда мы посадим по приличному дереву. Не кустики 50 сантиметров, на которые списывают деньги, центральные власти сажают по всей стране. А будем сажать деревья не меньше двух метров в высоту, для того, чтобы это сразу имело какой-то внешний вид. Давайте мы все-таки избавим город от абсолютно удручающего внешнего вида и дальше будем продолжать двигаться в этом направлении.